Так, народ, вот полицейские стоят. Что тут происходит? А что там копы делают? Добрый день. А что тут происходит? Нарушили мои конституции, мои права нарушили. Начали залазить ко мне машине, начали лазить у меня в трусах, начали лазить везде, где только можно. Ничего не поясняют, говорят, что ты должен чего-то там, я им должен чего-то там. Номер автомобиля 46-46. Кураксин Валерий Валерьевич. Как еще раз? Кураксин Валерий Валерьевич. Здравствуйте. А что тут происходит? Очень странно себя ведет водитель. А причина остановки какая у него была? Скорость. А скоростной режим? Начал ждать. А что у вас случилось? Да, полицейские остановили, я бы говорил, давайте познакомимся, ставим, чтобы без проблем. Они начали мне рассказывать, ты кто такой, типа туда-сюда, ты, короче, ну, начали себя возносить больше, чем. Но мы же снимали с самого начала, молодой человек. Да, ну, когда вы выключили камеру, вот этот сотрудник подошел, начал мне рассказывать, слышите, вы, там, ну, да, теми словами. Ну, зачем? Я же камеру не выключал. Зачем задний ход давать? Я же камеру не выключал самому. Зачем задний ход давать? Я же камеру не выключал самому. Интересно. А вы слышали нас? Потянули, что вы там мне сказали? Слышь, ты кто такой? Пошли, мы в поверхностный осмотр будем проводить. Я говорю, на основании чего? Взял меня за руку и потащил. И трусы иметь, начал здесь залазить. А есть видео? Да, есть какое-то видео. Давайте посмотрим. Я начал сиди снимать, когда они начали на меня там бузить. Так а вам выписали, пацаны? Нет, ничего еще. А чего? Не предъявлять документы, я отказываюсь. Я говорю, давайте подокон, ну, все. Все снимаем. Мы говорим даже, хотя бы паспорт покажите нам. Это же паспорт. Да, но потом человеку не устроил мой паспорт, что-то. Это было через 10 минут уже, когда вы вышли из автомобиля. Погоди, 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 секунду, погоди. А вам показали ваши нарушения? Показали автомобиль. Я говорю, я, допустим, там не ехал за рулем. Покажите, что я ехал за рулем. Вот этот человек меня фотографирует на телефон, говорит, вот. Вот вы за рулем. Камеру включил, вот смотрите, вот вы за рулем. Мы же обоим, как они вас не просто интересны. Вот видео просто. Меня задержит. Я так понимаю, у вас хотят в райдил. Да, вот только что хотели в райдил. Вот этот человек начал рассматривать мою машину. У меня там был пассажир. Начал лазить, не знаю, куда ты залазил. Машина. На ты или на вы, я не могу понять. Ты сказал, можно ли мне на ты. Давай на ты. Хорошо, давай на ты. Я к тебе лазил машину. Да, да, да. Да, он пассажир у меня. Ну что там, что там в машине. Я говорю, не надо лазить у меня в машине. Доказательства есть? А ты мне говоришь, а ты ее угнал. Доказательства есть? Доказательства есть? А ты ее угнал. Какое доказательства? Перед меня пихают, вперед, к машине в райдил едем. А ты берешь, быстро по крысе начинаешь в машине лазить. Ну это уже отдельная статья. Просто ты ехал с превышением скорости и все. Просто смотри, я как бы борюсь против них. Я помогаю людям. Я смотрел в ютубе. Я объясняю. Ты въехал в населенный пункт. Все в городе Харькове, в Харьковской области знают, где стоят руками. Просто объясню, почему. Ты знаешь, сколько у нас ДТП в городе происходит? Ты знаешь, сколько? Ну много, много, много. Я себе, я себе, как блогер, как активист, как журналист, я не позволяю себе проехать, там, 120. У меня за спиной очень большая армия адвокатов. Полицейские тоже это знают. Но я почему-то, я себе не позволяю. Если превысил, ну, скажем, понеси наказание и все. Не, я же не против понести. Ну, я хочу же это, чтобы все убеги. Не, просто смотри, я как бы, вот, слушая тебя, что я не ехал, и вообще фотография там, и все такое прочее. Я за справедливость. Не, я же без проблем, ну, начали просто... Покажи, хорошо, покажи им паспорт, при мне рассмотрят дело, выпишут тебе, если ты желаешь адвоката, ну, там, нужен адвокат. Ну, ты сам понимаю, сколько адвокат стоит. То бишь, разница, а сколько у нас инспектора там штраф, 510? Нет, у него 250, 250. А, он не больше 120 еще. Нет, 90. Если ты готов, не хочешь, ну, можем сейчас качнуть адвокаты и вся херня и все такое прочее. Нет, мне просто не понравилось, что они начнут это бузить. А это вообще отдельно, это заяву ты напишешь и все. Я жалобу оставил, не так, как-то Ленин. Нет, же, то, что ты жалобу по телефону оставил, это до одного места. Нужно вызывать сюда райдел, писать, ну, либо райдел, либо других сотрудников полиции. А райдел не есть контролирующий орган? Нет, я имею в виду, чтобы принять заявление. Ну, жалобу, я имею в виду. Но опять же, это время и все такое прочее. Просто, ребят, я вот сейчас, в последнее время, меня будут в комментах бомбить, меня будут там это, что я с полицейскими, что я там нарушаю и все такое прочее. Но я, когда нарушаю, я знаю, что я нарушаю и как я это буду, ну, отстаивать в суде. Просто смотрю вот на всех людей, которые там такие все умные, там, в комментариях бомбят меня, что я такой там плохой, нехороший, что я с полицейскими. Конечно, я буду и с полицейскими, и против полицейских. Потому что есть какая-то рамка, может, ты видел в последнем ролике, как на Плехановской все через двойную сплошную ездят. То есть, ты сидишь за моей деятельностью, ты должен был видеть. Я тебя раскачу, смотрел. Ну, я к стоп-хаму вообще никакого отношения не имею. Мне просто начало бомбить то, что я таких, как вы, отмазаю. А, тогда на четверке ты это попал. Конечно, таких, как вы, я пытаюсь даже не отмазать, а помочь. И в итоге я вижу обратный результат, что наглеют, борзеют и говорят, что я там черт или кто-то еще. Мне вообще плевать. Я только, все знают меня в городе, в Харьковской области, ну, там, и в Украине, о том, что я только за справедливость. Я считаю, блядь, ну ты въехал в населенный пункт. Нет, правильно, правильно. Прогавил скорость, блядь. Чего вы постоянно пытаетесь качнуть? Если ты не знаешь, допустим, как качнуть. Я не хочу. Я хочу просто нормальное рассмотрение дела. А, ну, данный человек просто не понимает, что я хочу. Начинает просто ставить себя выше всех и просто... Подождите, подождите, мы пока не знаем, как вас зовут. Почему? Подождите. Подождите, ну, дайте я скажу, у нас же не театр одного актера. Сейчас, Срок, подождите, подождите, время суться. Да, хорошо. У нас же не театр одного актера. Давайте теперь мы теперь свою позицию скажем. Давайте. Мы к вам подошли, представились, назвали вам причину остановки. Мы попросили посмотреть ваши доказательства. Мы вам его предоставили. Вы говорите, а здесь не видно моего лица через лобовое стекло. Через лобовое стекло, правильно? Не видно, кто за рулем. Потом вы начали нам рассказывать, а вы мне расскажите статью 35-ю. А вы мне расскажите там статью... 40-ю, 31-ю. 31-ю. А какой пункт правил? А какая статья? А когда будет рассмотрение дела? Вопросов нету. Вы задали эти вопросы. Мы вам ответили на них? Лично я. Давайте так, вот мы... Лично я. Ответили по своему желанию. Подождите. Я только по своему желанию... Я по своему желанию... Так написано, что нужно на вымогу предъявить и документы. Зазначение пункта 2. Вы говорите, что такое коробка автоматов? Предупреждаю. Мы вас предупреждаем. По согласно 40-й. Я вас предупреждаю. Я говорю, а какое это имеет отношение? Вы говорите, что вы не знаете? Вы говорите, что вы не знаете? Вы не знаете? Причем тут автоматически? Тебя предупредили. Потому что визуально я фиксирую документы. Почему нагородного камеры. И тебя предупреждают согласно 40-й. Я сказал, давайте их видеть. Я не видел документы. Давайте рассматривать дело. С кем будет писать? С водителя? Каким водителем? Если бы написали, установили бы, все вместе сделали, я все... Слушай, а сейчас, по-моему, ты переобулся. А че я переобулся? Давайте сейчас пойду с этой машины, вы принесете все с собой, все красиво. А для чего мы должны нести туда все? Ну, вы не оставили меня в машине, вы? Вопросов нет. Вы потом сами же вышли курить, давайте насчет седу. Да, вы меня притащили сюда. Правильно? Правильно. Потому что вы начали вот так вот постоянно по карманам, вам задал инспектор вопрос. У вас есть запрещенные вещи в кармане? А вы сказали, а можем выйти и не есть? Он сказал, тогда придемте к автомобилю, мы у вас сейчас сделаем ответ на наш моток. А как говорят? Так у тебя, открывай телефон, смотри, у меня за руку. У меня момента этого нет. У меня момента этого нет. У меня есть это на боди-камере, но мы не можем, потому что не пароль. Нет. А я вам расскажу. Вам задали вопрос. Почему вы карман вот так уделали? Включите камеру обратно. Она не выключалась. Я сказал, она не выключена. Включите, я говорю, так я ее не выключал. Что у меня в ответ было? В ответ вам было следующее. Когда вы начали карманы, руки, без того, что нельзя так людям относиться, как у меня. Вам инспектор хватили за руку, слышь, ты, дома будешь рассказывать. Как все происходило? Как вы вообще не происходили? Рассказывайте мне такое. Мы тебя остановили. Я не пойму, вы испытали лифтоп. Мы тебя остановили, открыли тебя дверь. Вы тащили тебя, да? Нет. Я сам вышел. Хорошо, а через сколько это произошло, когда вы сами вышли? Вышел сам. Время, время, какое произошло? Какое время сейчас время? Такое, что мы на протяжении 20 минут пытались обложить вас на друем это так, чтобы вы предъявили нам документы. На что вы сказали, дайте, я выйду, покурю. Вам хотелось поговорить за шкафом, не за шкафом. Не в моем вкус начали мне рассказывать. Зачем мне это? Вы остановили, взяли документы, все, показали, все, показали, все, молодцы, уехали. Зачем мне рассказывать? Ты не в моем вкусе, дома же надо, вас курирует. Зачем? Вопрос, зачем? Есть это на виду? Нет, ничего. Знаешь, заболажник вытащили, все. Знаешь, просто военое ихнее. Вот я уже сколько времени общаюсь и с гражданами, и с полицейскими. Что полицейские вруны, что обычные граждане вруны. Да, я бывает вру, но мне это нужно. Проблем сейчас нет никаких, предоставить документы? Водительское удостоверение, средства регистрации. Пиши, давай. Завалуйте. Нет, ну потом вы, выйди, а потом вы, выйди, минуту, один, я здесь не могу, я не хочу. Через 10 минут, это не могу, кстати. Тут ничего такого нет, когда уже камеру включил, уже, а? Ну, видишь, как бы, вот это проблема. Я считаю, ну, как бы, превысил, у них фиксация есть, но тогда им паспорт, доки, пусть тебе выпишут, постановлю, все. Вот это вот началось, дома, жена, вот это вот все. Зачем? Инспектора, берите постановление, я просто за то, чтобы было все по справедливости. А в район не едем уже. Ну, вот для того, чтобы мы хотели поехать в районе, но если ты сам предоставишь, и как бы, ну, понимаешь, как бы, если ты нарушил, у них есть фиксация. У вас есть видео или фото? И фото, видео. И видно, как вы... Акануне засечения и приближение, потом конечная фотография. Ну, сейчас пойдем машину, все покажете. Пойдемте, я тоже. Не, он бы, проконтролирует. Видео надо пока? Конечно. Да, на улице, не попрошу. Иди, смотри, что я. Давай. Стоит. 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 Просто, если ты хочешь копов вжарить, ну, надо идти до конца, понимать. Да, ну, долго будет, я же пусть в Полтаву спешу. Да, какая разница, так иду, а почему я не могу. Нарушил, и знаешь, мне бомбят, я знаю, что я там езжу, нарушаю. Братан, я езжу, нарушаю, я знаю, что мне за это будет. И как я буду отстаивать свои права. Ну, мы же... А дальше можно? Да, не видно. Показывал, покадровочка. Покадровочка даже. Не видно. Жалко. Иди вот сюда. Не, ну, там машины виден будет. Ну, смотри. А ну, инспектор, дайте посмотреть. Показывал покадровочку. Оп. Момент фиксации? Угу. Дальше по кадрам или можно видео просто включить? Ну, видео включите, пожалуйста. О. А, ну да, вижу. И вот номер. Угу. Это все? А что еще надо? Не, ну, там больше ничего они не показывают. Ну, дальше все, дальше. Все, ты проехал. Угу. А должны они показывать? А? А не должны вообще показывать, когда я попрошу сертификат на этот прибор? Ну, я тебе объясню. По поводу трука. Очень мало выигранных дел. Это первое. Второе. Как бы все документы есть, но это очень тяжелая полемика. Я за то, чтобы соблюдали скоростной режим. Не, я просто спросил. Ну, должны, не должны. Они просто начали рассказать. Ну, если нужно, я пожелание, они тебе покажут. Еще что-то нужно брать с собой? Ну, постановление и все. Ну, у нас оно электронное. Ну, берите. Давайте электронное постановление. Вон, приехали по вызову. Жалобы на вас заставить. Но они не принимают жалобы. Жалобы в порядке обращения граждан. Они не принимают жалобы. Ну, я тебе могу сказать, что нужно вызвать райотиловский тип прим. Если ты хочешь делать, то конца довезет. Ну, райотил просто спит. Ну, инспектор, как бы человек же понимает, что... Желает... Он говорит, что вы... Ну, я так увидел, что вы его вели. Ну, может по 365. Я просто не пойму, но приехал человек, который в Ютубе там сказал. А при чем? С чем перебылся? Я что-то не так говорю или что? Ну, как говоришь? Просто, смотри. Это ты не так разговариваешь. Что я не так разговариваю? Давай, не скажешь мне за багажником при человеке, потому что ты мне говоришь. Давай. Давай, ты не скажешь перед человеком, как ты разговариваешь. Обычный человек, а ты... Что, обычный человек? Я с обычным человеком не провожу. А ты украл чай. А это просто так? Что служба тогда? Сядь, как-то. Терпеть. 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 Ну, если вы не знаете ничего. Дарод, вы меня будете бомбить, но в этот раз я против того, чтобы нарушать ПДД, а именно скоростной режим. Потому что, вы знаете, у нас очень много ДТП происходит. И вы будете сейчас там мне закидывать комминсы, что я там не помог человеку. Объясняю. Я по трукам никому не помогаю. Даже, чтобы вы понимали самому себе. Знаете, почему я на трукам никогда не попадался? Потому что я не превышаю скорость. Потому что я знаю, что я въезжаю в населенный пункт, и я понимаю, что мне нужно сбросить скорость. Мне не сыграют вот эти вот 10 минут, которые я буду ехать. Но я знаю, что я не попадусь. Другое, я готов. Поэтому в данный момент сейчас человек понесет наказание. Поэтому я считаю, это будет правильно. Ну, как бы смотрим, инспектора выписывают. Я так понимаю, уже постановление, как бы... Не, ну, может тут адвоката, ну, человек не хочет этого ничего. И все. Что? Я хочу тебе слово потом проводить. Ну, как бы, на этом... Я так понимаю, вы выписываете, сейчас будете постановление, правильно? Сматривать, да. Все. В общем, человек как бы признает свою вину, поэтому... Адвоката, я же, мы бы, вы видели, что я ему предлагал, он понимает, что это долгая процедура. И все такое прочее. В общем, народ, еще раз вас призываю не нарушать ПДД. А если нарушаете, то помните, что вам обязательно нужен адвокат. Вот. Ну, вы знаете, что делать. Ставим лайки, подписываемся на канал. Ну, а я еду дальше. Спасибо. 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 Продолжение следует...